Вот реально, самый мой ненавистный iPhone из вообще, наверное, всех, которые существуют Это iPhone SE второго поколения, который вышел в 2020 году Сегодня расскажу, почему в 2022 его покупать не стоит Меня зовут Максим, вы на канале Демис Лаунж, поехали! Так, сразу в начале ролика оговорюсь, что я здесь очень субъективное мнение имею на этот счет Потому что мне просто не нравится этот смартфон И не то чтобы сам смартфон плохой, а скорее позиционирование его компании Apple для меня лично странно Если вам такой ролик понравится, поставьте большой палец вверх Если согласны, не согласны со мной, в любом случае поддержите, мне это будет приятно Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колку, там ничего классного интересного не пропустите YouTube вам пришлют уведомления с выходом нового ролика Давайте начнем прямо издалека, прям копнем, водички польем, все как я люблю Философия iPhone SE вообще в целом достаточно интересная И вообще продукты серии SE, будь то это iPhone SE, Watch SE, у Apple в принципе мне достаточно симпатизируют Но если вы помните, в момент выхода iPhone SE 2016 года он тоже казался немного странным И все потому, что на старте продаж он стоил тоже очень-очень много И по-настоящему популярность этот iPhone обрел тогда, когда на него сделали прайс-дроп Сначала его прайс-дропнули до 20 с лишним тысяч рублей А потом уже его можно было во всяких типа NVIDIA, Eldorado, RESTORE найти чуть ли не за 18-19 тысяч Вот именно тогда этот смартфон стал легендарный И этот смартфон захотели все и покупали реально очень многие люди Что ж, говорить, у меня реально в семье для многих это был первый iPhone И уже с этого iPhone люди переходили на что-то более современное Почему с SE 2 так не произошло, сейчас будем с вами разбираться Ведь вроде, казалось бы, все то же самое Проверенная методика, взяли старый корпус, воткнули туда новое железо Хорошо, должно все работать, но нет, к сожалению, так не получилось И я вам сразу заявляю, как и сказал это в названии ролика, его лучше не брать в 2022 году Давайте пока мы с вами далеко не забежали, вы скажете, хорошо, Максим, вот я хочу купить iPhone И у меня есть деньги примерно на iPhone SE, что можно посмотреть в эту стоимость? Ну, во-первых, нам, естественно, поможет в этом E-каталог Заходим сюда, и как вы знаете, я всегда рекомендую вместо iPhone SE рассмотреть покупку iPhone XR Так здесь и пишем iPhone XR И, естественно, эти смартфоны у нас есть в наличии, несмотря на то, что с официальной продажи их сняли Здесь мы можем посмотреть, даже, видите, Beeline еще продает эти смартфоны Eldorado, M-Video То есть, если сайт Apple их не продает, это не значит, что вы их не можете найти Опять же, такой сервис, как E-каталог, позволяет нам это все отсматривать Конечно же, можно почитать отзывы, добавить сравнение с тем же iPhone SE второго поколения Или просто нажать, где купить Здесь, естественно, как всегда, мы выбираем по цене Вы знаете, что это мой самый любимый фильтр И здесь выбираем черную версию, ну, чтобы была классическая Конечно же, у нас здесь внизу идут всякие рефы Но потом мы видим уже новые устройства Вот, например, магазин TechnoDeus нам такой предоставляет И самое главное, обратите внимание на цену 39,990, именно по этой цене на официальном сайте Apple У нас с вами продается iPhone SE второго поколения Ну, то есть, еще раз советую вам рассмотреть покупки именно iPhone XR Мне кажется, это более здравый выбор Естественно, ссылочку на страницу с iPhone XR я вам оставлю внизу в описании На страницу на e-каталоге Заходите, там три ссылки для украинского, казахстанского, российского рынка Собственно, заходите туда, смотрите предложения по магазинам А потом уже переходите в магазин и, естественно, покупаете Так что, вот какой-то такой план Собственно, да, ответ максимально простой Лучше взять XR Ну, давайте попробуем поковыряться И расскажу подробно, чем же мне так не нравится iPhone SE 2020 Во-первых, это все тот же телефон, который нам показывали уже очень много раз Начиная с iPhone 6s Давайте посчитаем iPhone 6s, iPhone 7, iPhone, получается, 8 И iPhone SE второго поколения И все это одно и то же устройство Причем вот iPhone SE второго поколения и iPhone 8 Это практически идентичные вещи И все бы хорошо Но в 2022 году ни дизайн, ни функциональность уже не вывозят никакой конкуренции Потому что это очень странное устройство само в себе Ну, смотрите, посудите сами Аккумулятор маленький Реально его хватает не на очень длительное время работы Кнопка Я знаю, что многие говорят Ну, блин, мне кнопка нравится А вот Face ID мне не нравится Но все равно, давайте говорить честно В таком виде То есть я не против Touch ID где-нибудь, знаете, сбоку В кнопке, как это сделано на iPad Air, например Но вот в таком виде Это, конечно же, как по мне, немного устаревшая технология в смартфонах В ноутбуках как бы вопросов нет На MacBook'е, например, на прошке ставят Такое, окей, там это нормально Двигаемся дальше Камера Это вся та же камера с iPhone 8 То есть там даже не камера 10R Это камера с iPhone 8 Которая проапгрейжена алгоритмами процессора от iPhone 11 И это максимально странное сочетание Да, она фотографирует немного лучше, естественно, чем iPhone 8 Но все же, когда вы платите по официальному прайсу 40 тысяч рублей Я понимаю, что можно найти несколько дешевле всякие серые варианты Как мне кажется, это немного странно А вот дисплей и дизайн корпуса ругать не буду Это не стареющая, как мне кажется, классика И здесь вопросов нет В этом плане у Apple'а все хорошо Но в то же время поругаю все-таки Дисплей, потому что он не во весь экран И казалось бы, типа, да нафига это нужно Но все-таки смартфоны, начиная с iPhone 10 А это был 2017 год И получается уже пройдет в этом году 5 лет Нас приучили к полноэкранным моделям Поэтому хотелось бы, конечно Если уж и брать смартфон себе покупать То, естественно, что-то более современное Я, наверное, должен оговориться, что В этом ролике не идет речь про Если у вас уже на руках iPhone SE второго поколения Окей, если он у вас уже есть И вам нравится, пользуйтесь Вообще к вам вопросов нет Но покупать вот за такие цены iPhone SE второго поколения Как мне кажется, это бред Тем более, совсем скоро у нас будет В марте, в апреле показано iPhone SE третьего поколения И, конечно, есть определенные опасения Что это будет ровно тот же дизайн Ровно тот же корпус Хотя там по поводу этого слухи разнятся Кто-то говорит, что все-таки будет Дисплей во весь экран Кто-то говорит, что не будет Я все-таки думаю, что не будет И там будет просто стоять железо От iPhone 13 линейки Кроме камеры, естественно Но это все равно максимально странное устройство То есть мало того, что iPhone SE второго поколения Он уже странный Так и его еще и скоро заменят на новый iPhone SE Который будет по тому же прайсу продаваться Поэтому сейчас покупать iPhone SE Ну вот вообще нет никакого смысла Просто сольете деньги Если нужно купить телефон вот прям здесь и сейчас Идите, берите 10R Если есть возможность, закидывайте до 11-го И будет вам вот бесконечное счастье Но брать в текущем виде iPhone SE второго поколения Я бы не рекомендовал В теории на него может будет какой-то прайс-дроп После выхода iPhone SE третьего поколения И тогда мы с вами поговорим об этом Потому что если бы его продавали бы Ну опять же тысяч за 20-25 Это уже другой разговор Это уже как бы, как говорится, меняет правила игры Можно здесь подумать, пободаться Посмотреть, что в этом сегменте есть Стоит ли добавлять там условно до того же 10R Или уже за 25 тысяч брать вот такую версию Это да Но на текущий момент Еще раз, на начало 22-го года Нет, ни в коем случае не берите себе iPhone SE второго поколения Это просто слив денег Вот такие вот у меня для вас на сегодня мысли Если ролик понравился, поставьте большой палец Мне это будет приятно И как говорил, вот там подписывайтесь на канал Жмите на колок Там ничего классного, интересного не пропустите В комментариях мне внизу напишите Как вы относитесь к iPhone SE второго поколения Знаю, что есть много фанатов вот такого вот именно дизайна Но мне кажется, что он уже устаревает морально То есть все-таки в 2022 году Уже сколько лет прошло Надо что-то более современное смотреть Возможно, это какие-то мои загоны Но я вам, опять же, как и обычно, как и всегда Рассказываю чисто свое мнение Ни на какую объективность не претендую Что вы думаете? Естественно, пишите внизу А еще не забывайте про вот эти два ролика Специально подробно для вас много Говорит мне YouTube Зацените, если не видели его Все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал У нас с вами был Максим Спасибо большое за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok